Одесса, 30 июня 2022 года, 5 часов утра, ночь с 29 на 30 июня была еще одна беспокойная ночь. Несколько раз звучал сигнал воздушной тревоги. Слава Богу, этой ночью ракетных обстрелов и канонады работы ПВО не было. В отдельных частях города можно было услышать краткосрочную канонаду. Это ВСУ проводили свои ночные учения. Поздно вечером пришло официальное сообщение от оперативного командования ЮГ. Российская Федерация продолжает атаковать Одесскую область ракетами. Днем 29 июня Измаильское побережье, это в Одесской области, было атаковано дважды ракетами. По собранным обломкам ракет удалось установить, что тип ракеты Х-31. Информации о разрушениях и пострадавших нет. По распоряжению главы Одесской областной военной администрации Максима Маршенко, с 30 июня в Одессе запрещено использование и продажа пиротехнических средств, конкретно фейерверков, салютов, петард, независимо от класса. Также запрещается использование и передвижение транспортных средств без глушителей и шумопоглотителей. Хочу напомнить одесситам, гостям города и переселенцам, что со 2 июля повышается стоимость проезда маршрутных городских автобусов. Если сегодня стоимость проезда стоят 10 гривен, то со 2 июля стоимость проезда повышается до 15 гривен. Важная информация по поводу погоды на 30 июня. Сегодня ожидается ухудшение погоды, шквальные ветры, дождь, град диаметром 6-19 мм и молния. Если вы вынуждены сегодня передвигаться по городу, пожалуйста, имейте это в виду. Всем моим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга. Всего вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok